Ребят, ну что, всем привет! И это вторая серия нашего пути до президента на проекте Родина РП. Конечно же, Западный округ. И, ребят, у меня к вам очень важный разговор. Под первой серией у нас не получилось набрать полторы тысячи лайков, как я просил. Набралась всего 1100, поэтому вторая серия выходила так долго. Уж извините. Так что, ребят, пожалуйста, если вы хотите видеть чаще продолжение этого пути, поставь, пожалуйста, лайк. Так, ну что, пора снимать вторую серию. Мне, пожалуйста, двойную колу, тройной Биг Мак. Не понял. Так, Билли, я не понял. Чё? Бро, ты вообще себя видел в зеркало? Или ты в него не помещаешься? Так, всё, пойдём отсюда. Ты постоянно в этом вкусной точке обитаешь. Ну посмотри ты на себя, чувак. Ну что это? Посмотри на свои ноги, что это? Так, короче, ребят, всем привет. Я сегодня предлагаю нашего персонажа Билли Янга отправить на перевоспитание или попросту переедание в армию. Чтобы, во-первых, он получил военный билет, во-вторых, немножко похудел и мог уже в нормальном виде принимать участие в выборах президента. Потому что это, ну согласитесь, не внушает доверия. Он оставит всех жителей родины без еды. И, ребят, пожалуйста, не забывайте, главное, что я играю на родине РП Западный Округ. Вводи мой никнейм Данте Мэдди при регистрации и обязательно указывай промокод хэштег Данте. Так, пацаны, хотел начать записывать серию. За мной едет ДПС. Сейчас остановимся. Ребят, чё случилось? Добрый вечер. Ваши документы? А, здрасте. Так, а чё произошло? Обыск? А зачем? А что такое? Чё-то это мне вообще как-то не нравится. У нас каждая серия начинается не пойми с чего. Лёгким движением руки достал ордер и перчатки. А чё я сделал-то? Ладно, до свидания, пацаны. Ну, пока-пока. Да, кто-то выполняет батл пасс. Ладно, ребят, на самом деле я сейчас не особо в это верю, но буквально полчаса назад был призыв в армию в военкомате. Сейчас из собеседований запланировано только на новостное агентство. Ну, посмотрите на Билли и скажите, какой из него новостник. Поэтому я очень надеюсь, что в военкомате там кто-то остался и Билли сейчас заберут. Эээ, нет, ребят, похоже, что здесь пусто. На призывной комиссии никого. Блин, надеюсь, на этот раз я не буду ждать так же, как в прошлый раз. А смотрите, сколько народу сейчас на КПП армейки. Давайте прям тут спросим, можно ли вступить. Здравствуйте, товарищи вояки. Пока что всем пофиг. Кошка, привет. Привезы вы ожидаете, но не здесь. А, хорошо. А вы не подскажете, когда ближайший? Да. Ну, ладно, мне сказали ждать. Короче, ребят, пока мы еще никуда не вступили, я предлагаю кое-что купить на центральном рынке. Чтобы, как вы понимаете, не только состоять во фракции, но еще и по чуть-чуть фармить. Вне рабочего времени, конечно. Кстати, да, я только сейчас заметил вот эти вот ежедневные награды, я совсем о них забыл, что они есть на родине. В первом дне я отыграл 2 часа и могу забрать 8 экспы. Забираем. Вот они экспишки, прибавляем их и в итоге у меня пятый уровень 8 из 24 экспы. Нормально, пятый левел уже. Нашел я одно отличное предложение. Металлоискатель улучшенный, стоит 1 миллион. Покупаем и остается всего 100 тысяч у Билли. А вот на лопату для поиска кладов придется немножко подкопить. 350 тысяч. Я на месте, ребят, осталось мне как-то прикупить здесь лопату. Я надеюсь, что у этого чувака можно ее купить. Лопата классическая 8 тысяч. Отлично, все, полной экипировки кладмена. О, стоп, можно ведь еще вот этот мусор подбирать, получать патроны, ржавые детали. А потом из этих предметов крафтить вон в том ангаре тачку. Их тут, кстати, вообще никто не собирает, всем пофиг на этот мусор. Но мне как новичку подойдет. Все, пейдейчик пришел, у нас уже появилась менюшка кладоискателя. И сразу пищит. Погнали, первый мой клад. Первый клад, точнее, Билли. Что сейчас выпадет? Давай, 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 давай. Сюда, азекойны, американские звезды. Кайф, все забираем, даже материалы. Все, кайф пчелиный. Так, следующий кладик где? Одного мне недостаточно. Пацаны, не разберите все, пожалуйста, оставьте мне. О, второй клад где-то здесь. Погнали. Так, выкапываем. Мотоящик, автоящик и крышечки. Ну ладно, маты уже можно не забирать, я думаю. Так, ну двух кладов мне тоже мало. Можно три, пожалуйста? Пожалуйста. Третий где-то здесь. Третий клад выкапываем, мне сейчас очень везет. И это с самыми почти дешевыми инструментами. Уже три клада я откапываю. По-моему, это топ, ну-ка. Подарки, бронзовые рулетки, семейные талоны, крышечки. Одну бронзовую рулетку дали, могли бы, конечно, побольше. И четвертый, ребят, по-моему, я за один Payday столько никогда не выкапывал. Четыре клада. Сейчас, наверное, те, кто ищут каждый Payday по 15 кладов, думают, какой я лох. И здесь снова автоящик, мотоящик. Еще один ящик серебро и крышечки. Вот это, по-моему, был самый жирный кладик. Все, а тем временем, да, кладоискательство для меня кончилось. Вот, смотрите, вот здесь вот можно покрафтить потрепанные тачки. И ресурсов, кстати, не так уж и много нужно. И шанс успеха 25%. Вот такой вот, кстати, Мерседес тут есть. Или даже самокат, чекайте. По-моему, самокат вообще не надо. Так, ну и давайте ради интереса продадим все, что я сейчас наформил за этот Payday. Во-первых, подарки здесь скупают по 35 тысяч. Продаем наши 10. И вот этому скупщику отдаем все остальное. Три бронзы, два ларца, еще два ларца и еще два ларца. И уже миллион четыреста у меня на счету. Всего за 13 минут я купил и металлоискатель, и лопату. Во! Ребят, всем здорово, это уже новый день. И сорян, что нету камеры, это экстренное включение. Садимся быстренько в Toyota Camry, вот этот вот родиномобиль. И просто пулей я сейчас лечу в военкомат, потому что через две минуты будет призыв. Блин, просто, чтобы вы понимали, я почти целый день ждал этого призыва. Так, тут уже кто-то уезжает. Здравия желаю, призыв внутри, здравия желаю, пройдемте. Паспорт, лицензии и медкарты. А, хорошо. Блин, пацаны, у меня нету медкарты. Достал из папки паспорт, лицензии и медкарту. Затем передал человеку напротив. Медкарту с собой забыл, без нее нельзя, да? Ну она обязательно. Понял, понял. Приезжайте сейчас в больницу, получите, и я вас подожду. Спасибо большое. Сейчас пулей, пулей. Так, бежим, короче, в больницу. Я забыл про медкарту, я целый день ждал этого призыва. А про медкарту, блин, забыл. Прошло некоторое время, ребят, и наконец-то Билли вступил в армию. Я могу сразу сказать, что у нас в армейке прикольный достаточно генерал. Он нормально так отыгрывает свою роль. Вот он, он, кстати, да, пробежал только что на выход. Ну и, собственно, что? Сейчас у нас все куда-то зачем-то бегают здесь. Ну а нам сейчас просто нужно дождаться начала курса молодого бойца, чтобы его пройти. Возможно, за это мы сразу получим повышение, я пока не знаю. Но генерал нам так и сказал. Сейчас пока ничего не делайте, вы пока ничего не знаете, просто стойте на месте. 11 человек у нас сейчас онлайн. Это капитан, 2 лейтенанта, 3 сержанта. Ну а все остальные рядовые. И мы просто бегаем по территории и ждем КМБ. Так, мы заняли только что пост охраны. Здравия желаю. Ну, пока что, в общем, на первых рангах геймплей у нас будет примерно вот таким. Просто стоим на базе или на КПП и кого-то пропускаем, кого-то не пропускаем. И бегаем, всем говорим, здоровее видали. Рядовые, строй на плацу. Так, а вот, походу, и оно, ребят. Сейчас будет КМБ, мне интересно посмотреть вообще, что это будет. Что там делает водитель автобуса? Что за танцы? Товарищ капитан, а где здесь плац? Вон там вот плац. Здравия желаю. Здравия желаю. Все, вот так вот строимся. Слушаем начальника. У нас сейчас недостаточно патронов, поэтому надо их идти делать на завод. Сейчас все дружненько пойдем делать патроны. КМБ отменяется. Ну, как бы, отца говорят, я им дал минуту, они за это время уложились примерно. А разрешите ждать на КПП МРЭО? Разрешаю, сынок. Да и сериал там поможет, и прапорщикам в будущем. Что-то намечается, ребят. Я буду меньше общаться в гости, сейчас все пройдет через наш волшебник. Нет, это не тренинг. Это и вам поможет, и рядовым поможет, чтобы вы легче... А, чел проводит лекцию, понял. Ну ладно, это пойдет на повышение. Еще какие-то чуваки приехали. Что это такое? Извиняюсь. А, это мои будущие патроны. Все, это сотрудники правительства. Так, я, короче, не особо понимаю, что происходит. Сейчас будет тренировка у нас. И почему-то к армейцам приехали сотрудники правительства. 15 приседаний. Нормально сели, нормально встали. Приседаем. Раз, два. Раз, два. Я сейчас, кто будет баловаться вот этой машинкой, я буду, блядь, отстреливать. Мне нравится этот майор. Да, ну примерно что-то такое я видел уже в первой серии, когда проезжал мимо военной базы. Буду ноги отстреливать. Че непонятно в моих словах. Всем спасибо, тренировка окончена. Надо, что там вам скринтик, мы надо на повышение взять. Ну что, тренировка окончена. Ну, ребят, вот они и типичные будни армейца на родине. Нас тут запрягли работать на заводе и производить патроны для армии. Но, честно вам сказать, ребят, я не особо ожидал, что в армии будет настолько сильная дисциплина на родине. Тут вообще ничего нельзя сделать не по уставу. Даже в сторону свернуть, у тебя будет сразу выговор. Да и самое главное, здесь система повышений просто какая-то невероятно тяжелая. На второй только ранг, мне нужно прокачать скиллы. Пройти к МБ, постоять на посту. Короче, честно, я думаю, что эта фракция не для нас сбили. Напишите, ребят, в комментарии. Возможно, мне в следующей серии стоит прям сразу поменять фракцию. Напишите ваше мнение. И не забудьте, когда будете писать свой комментарий, поставить лайк под эту серию, чтобы поскорее вышла третья. Ну, а с вами был я, Данте, а это Билли Янг. Всем, ребят, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...